Приветствую вас и я прочитал, внимательно прочитал ваше письмо. Оно получилось таким несколько сбивчивым. И вы знаете, по факту у вас получается так, что несколько моментов они как бы друг другом очень честно взаимосвяты. И можно конечно говорить вам, чтобы вы решали эти вопросы, проблемы, как бы одновременно, то есть вот у нас разделим условно вашу ситуацию на несколько элементов. Первое значит это ваше здоровье, второе отношение с мамой, четвертое отношение с молодым человеком, и, наверное, пятое это, собственно говоря, ваше мышление. Так вот, значит, вот первое, что, наверное, нужно с вами проработать. Первое, что, наверное, нужно как-то раскрыть это отношение с мамой. Дело в том, что здесь, когда вы говорите об энергетике, когда вы говорите о целителе, когда вы говорите о неких магических представлениях о материальном мире, тут всегда как бы вопрос упирается вверх. То есть, если вы верите в это, то вы, соответственно, делаете впитку, делаете там упор на вот эти вот моменты. Если вы в это не верите, то уже, соответственно, ваше право думать как-то иначе. Поскольку, ну, вы обратились сюда, на сайт с психологом, не к эзотерикам, то с научной точки зрения я скажу, что любые мистические представления, вот абсолютно все мистические представления, они продиктованы, во-первых, при стремлении сохранить определенный уклад жизни, при этом игнорируя изменяющуюся окружающую среду. То есть, стремление сделать так, чтобы условия жизни менялись, окружающий мир менялся, а человек оставался тем. Он, чтобы не адаптировался к окружающему миру. Это позиция людей, которые не хотят развиваться, не хотят принимать опыт, опыт своего взаимодействия с миром. И поэтому, когда вы говорите, что ваша мама что-то вам говорит, что-то делает, это не что иное, как попытка придать сократный мистический смысл тому, что происходит с вами, что происходит с ней и так далее. И после нескольких буквально два или три удачных в кавычках моментов центральной вашей мамы, когда она вам что-то сказала и вы действительно перестали общаться с людьми, вам уже ничего не стоит поверить в то, что она действительно обладает каким-то способом мистическим, но в действительности, в действительности, почему она так делает? Ну, вашу маму вы знаете лучше, и про нее можете сказать только вы хорошо, но тем не менее у нее есть мотивы, у нее есть какие-то желания, стремления, цели, и она этих целей добивается. Эти цели продиктованы отношением к вам, которые мне не очень понятны из вашего письма, потому что, да, полагаю, вы немного субъективны, и из своего отношения к себе. То есть у вашей мамы есть определенные внутренние проблемы, внутренние комплексы, внутренняя неразрешимость конфликта, которые она пытается заместить через мистические представления о мире. Ну вот. Соответственно, вам нужно обратить внимание на саму маму, перестать воспринимать ее как вашего родителя, драться смотреть на нее как на человека и подумать, чем обусловлено ее победить, что заставляет вести ее с вами и вообще с людьми себя именно так, и после этого вы установите причинно-следственный связь между их мотивами и поведением. Дальше. Что касается энергетики, то здесь момент, конечно, очень деликатный. Я уже сказал, сакральность, мистификация обстоятельств происходят так, когда человек не понимает до конца того, что происходит. Вам необходимо понять, что вы только лишь хотите человек в своей жизни, и вы делаете лишь то, что вы хотите, и получаете вы то, что вы желаете, то, что вы делаете. Если вы получаете отрицательный результат от своей деятельности, то необходимо проанализировать эту деятельность и подумать, какие в ней есть негативные моменты, которые приводят к последствиям. То есть здесь выявление причинно-следственных связей поможет вам избежать мистификации, мистификации вообще отношений, мистификации взаимодействия с мамой, мистификации своей жизни. Для этого, в частности, можно решать свой круглодор, читать научную литературу, читать популярную литературу, касающуюся деятельности. Например, прочтите Леонтьева, Леонтьева что-нибудь. И, например, вот самый такой друг за знания и деятельность у Леонтьева. Это основатель московского факультета психологии в МГУ, Московский государственный университет имени Леонтьева, и, собственно, основатель психологии как науки у нас в стране, в России. Прочтите, может быть, вам это что-то поможет. Т.е. повышение другозора вашего, расширение его, повышение своей познавательной базы, создав необходимые предпосылки для того, чтобы пересмотреть отношения к вашей маме, пересмотреть отношения к себе самой. Дальше. Здоровье. Вообще-то говоря, здоровье – это то, что является самым необходимым. Первичная база. И, как вы говорите, что вы недолечились, а вы пробовали и недолечивались, вот это очень плохо. Проблемы с здоровьем мешают вам вести полноценную деятельность, полноценную жизнь. Потому что то, к чему пытаюсь провести вас я, является личностным поведением. А личностное поведение – это полно функционирующий организм. Естественно, это невозможно без здорового тела. и если вы хотите наладить свою жизнь, то нужно обязательно вылечиться. Или, по крайней мере, приблизить свое состояние максимально к дороге. Вот сколько это вам будет. Дальше. Вы говорите, как мне научиться, значит, свое мнение. Как мне иметь свое мнение. Начинать нужно с малого. с того, что вы определяете границу своих социальных ролей. То есть, для своей мамы вы ребенок, для своего молодого человека вы девушка. Понятно. А кто вы еще? Еще вы, собственно говоря, социальный индивид, субъект каких-то отношений социальных. И от них, вот от этого всего, вам нужно себя отделить. То есть, есть социальные его роли, а есть вы сами должны быть отдельно. Для этого необходимо оставаться в уединении. То есть, сознательно уединяться от других людей. Не насильно, когда вы остаетесь в одиночестве. А именно сознательно говорить, я хочу побыть одно. И бывать в одиночестве. Специально. Чтобы слышатся свои мысли. Чтобы чувствовать свои ощущения. и следовать своим чувствам. Одно из самых главных способов для достижения того, что вы хотите, является автономность и доверие своим ощущениям, своим чувствам, своим мыслям. Вы им не доверяете. То есть, вы, когда говорите, что думаете так, как вам говорили, да. Вы не доверяете в этот момент тому, что чувствуете сам. Вот этот момент нужно исправлять. То, что вы чувствуете, является истинным, правильным именно для вас. И это самое главное. Что касается автономии, то здесь ситуация складывается так, что нужно ограничить, означать часть, область вокруг себя, где вы являетесь безраздельным хозяйкой. Где только вы управляете. И этот омыв поначалу состоит из мыслей и чувств, которые никто никогда не узнает. То есть, это установление личных границ внутреннего мира. Не впускание людей в себя, в свой внутренний мир на определенном уровне. То есть, что-то вы оставляете только себя. Это начало. Начало для, так сказать, автономии. А дальше уже эта автономия распространяется на окружающие вас предметы, на окружающее вас пространство. И вы постоянно расширяете его. Сперва это область непосредственно вашего домашнего, ну, домашнего пребывания. Может быть, комната или какая-то вся. И вот постоянно вы следите, где еще на эти места, где вы были бы полноправные хозяйки. Вот с этого вам нужно начать пока что. Это мы не говорим сейчас на данный момент о мнении, как за кого мы сейчас создаем необходимые предпосылки для того, чтобы это мнение у вас появилось. Чтобы оно могло появиться. Потому что нельзя просто взять и заставить человека мыслить самостоятельно. Сперва нужно научить его. Научить его быть автономным. Научить его быть отдельно от других людей. Вот этому и этому вам нужно учиться. И то, что я вам сказал, это не такие сложные рекомендации для того, чтобы получить начальную автономию. А дальше, если вы будете заинтересованы, мы можем продолжить уже более сложный, на более сложном уровне продолжить вашу, так сказать, духовную автономию от других людей. Пока, думаю, на этом все. Можно еще много чего сказать, но давайте пока на этом остановимся. Вот, в принципе, это, так сказать, самые простые рекомендации. В принципе, это вы постараетесь. Дальше вы сможете сами все делать. Но если помощь моя понадобится, то обращайтесь, пишите, помогу.